Музыка Наверное, можно уже, Миш. Привет! Много вопросов, настоящее все. Питание. Если говорить о конечном результате, который большинство из вас преследует также, как и это увеличение объема мышц, то я, наверное, процентов 60 успеха отвожу в правильном питании. Сейчас мы в двух словах о завтраке. Первое, если я с утра делаю аэробную нагрузку, что достаточно часто бывает, я не завтракаю. Дальше я ем пищу. Это либо рис с курицей, либо овсяная каша с курицей. Могу запить ее протеином. Количество белка я не считаю, я ем его много. Я считаю углеводы. Если я не делаю кардиус с утра, то я завтракаю в качестве углеводов с гречем. Кусянка в качестве источника белка – это может быть курица, рыба в самом курице. Я привык использовать продукты, состав которых мне ясен. Дело в том, что творог, как источник белка на сегодняшний день, там, в общем, огромное количество ингредиентов, которые, в общем, мне не очень ясны, что там за затвердители, загустители. Если я ем 400 грамм куриной грудки, я с высокой долей вероятности могу быть уверен, что вряд ли туда напихали что-то, там, кроме куриной грудки. Если это рис, то это рис, если это греча, то это греча. В макаронах, которые многие считают роскошным источником сложных углеводов, я тоже склонен считать, что состав может отличаться от того, что написано на упаковке. Поэтому я стараюсь использовать только продукты, состоящие из одного продукта – это рис, греча, асянка. С точки зрения важности приема пищи, завтрак, в моем представлении, опять же, имеет гораздо более важную роль, чем последующие приемы пищи. Проспав 6-8 часов, мы тратим на поддержание температуры тела, на функцию дыхания, примерно то количество калорий, которые мы употребили за ужин, то есть с утра мы просыпаемся практически пустынно. И идти тренироваться или просто на работу, кто тренируется в какое время, то есть при этом не имея запаса источника энергии, это, в общем, совершенно неразумно, потому как в этом случае ожидать, что организм зовется на тренировки ростом мышц без должного энергетического обеспечения, ну, просто не приходится. Поэтому, если вы с утра не позавтракали, в общем, ищите возможность каким-то образом компенсировать в виде гейнеров, коктейлей, я не знаю, мы там в свое время ели бананы, запивая йогуртами, но прийти на тренировку на голодное желудок, ну, в общем, это совершенно не вариант. Поэтому постройте правильное питание, следом постройте грамотные тренировки, и все получится, мышцы будут расти, вы будете здоровы, прогрессировать. С вами был Стас, я пошел.